Здравствуйте, эфиры новости УЗЭКС на телеканале УЗРепорт ТВ и сегодня в нашем выпуске можете ознакомиться с последними биржевыми новостями, а также состоянием биржевого рынка цветных металлов с начала текущего года. В начале передачи мы традиционно предлагаем вашему вниманию результаты торгов на всех торговых платформах УЗЭКС, а также ознакомиться с динамикой цен на основные товарные позиции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 биржи УЗЭКС за прошедшую неделю. В рамках исполнения постановлений президента Республики Узбекистан узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа продолжает осуществлять практические меры по развитию внешних связей с зарубежными партнерами. В рамках исполнения постановлений президента Республики Узбекистан узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа продолжает осуществлять практические меры по развитию внешних связей с зарубежными партнерами. В частности, подписан меморандум о взаимопонимании между Узбецкой республиканской товарно-сырьевой биржей и Долянской товарной биржей. Согласно меморандуму, биржи будут изучать и реализовывать проекты по эффективной организации современных форм биржевой торговли, внедрению и развитию новых биржевых инструментов, в том числе товарных деривативов. В этих целях на Долянской товарной бирже будут организованы специальные стажировки для экспертов по биржевой торговле и IT-специалистов Узбецкой республиканской товарно-сырьевой биржи. Кроме того, подписан также трехсторонний меморандум о взаимопонимании между Акционерным обществом Узбецкая республиканская товарно-сырьевая биржа, частным акционерным банком Трастбанк и китайским банком АО «Чайна Зэжан Банк». Данный меморандум будет служить увеличению объемов внешнеторгового оборота между Узбекистаном и Китаем посредством оптимизации взаиморасчетов биржевой торговли с применением дополнительных банковских инструментов. Очередная новость касается системы государственных закупок. В электронной системе государственных закупок Узбецкой республиканской товарно-сырьевой биржи харид.узекс.уз создана возможность добавления представителя внутреннего антикоррупционного контроля «Комплайнс» для государственного заказчика. Для этого государственный заказчик в персональном кабинете через раздел «Настройки» в подразделе «Комплайнс» добавляет роль путем ввода полной информации об ответственном сотруднике. Найдрение данной услуги создает дополнительные удобства для государственных заказчиков, повышает эффективность внутренней антикоррупционной контрольной деятельности в организациях, усиливает контроль за обеспечением открытости и прозрачности закупок. Переходим на отдельный сегмент биржевого рынка. В частности, более подробнее рассмотрим биржевой рынок цветных металлов за январь-июнь 2023 года. Итак, начнем с динамики продаж цветных металлов. Объем продаж внутреннего биржевого рынка цветных металлов января-мая 2023 года составил свыше 50 тысяч тонн. Среднемесячный объем продаж составил около 8,2 тысяч тонн. Максимальный объем продаж приходится на май месяц, как мы видим на экране, 10,6 тысяч тонн выставления на узбекскую республиканскую товарно-сырьевую биржу. К середине июня данный показатель составил около 4,1 тысяч тонн. Итак, далее структура продаж цветных металлов. И наибольший объем в структуре продаж цветных металлов приходится на катодную медь, доля которой, как мы видим на экране, составляет практически 69% максимальное значение и львиную долю в сегменте цветных металлов. Соответственно, является самой востребованной позицией на узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже. На следующих позициях у нас расположились цинк с долей в 23%. И тройку лидеров у нас замыкает медная катанка с долей в 4%, как мы видим на экране. Доля остальных видов цветных металлов занимает ниже 3%. Итак, что касается конъюнктуры рынка, медь на внутреннем биржевом рынке демонстрирует в основном снижение цен. Так, в январе-феврале средние цены на медь сначала выросли со 108 миллионов сумм, как мы видим на экране, до почти 109 миллионов сумм. Затем снизились до своих практически минимальных значений, до 101,7 миллионов сумм или на 6,5%, как мы видим на экране, что в первую очередь связано с систематичным выставлением со стороны заводов-производителей, что также является положительным фактором для формирования цен на узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже. Снижение цен связано с увеличением объема выставления, а также с общими трендами мировых цен на медь. В июне цены незначительно выросли, до 102 миллионов сумм за тонну, как мы видим на экране. На рынке алюминия прослеживается разнонаправленная динамика. Так, цены на алюминий в январе текущего года составили 31,2 миллиона сумм за тонну, как мы видим на экране. В апреле цены снизились до 27 миллионов сумм за тонну, что, конечно же, является минимальным значением с начала текущего года или на 13,5%. За май и июнь цены составили 28,29 миллионов сумм за тонну. Далее рассмотрим уровень потребления цветных металлов по регионам. В структуре покупателей в разрезе регионов по приобретению цветных металлов на узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже необходимо отметить, что столичный регион занимает абсолютное лидерство. Ташкент и Ташкентская область по уровню потребления цветных металлов занимает практически 90%. На второй позиции у нас находится, конечно же, Андижанская область 3,4%. Самаркандская область замыкает тройку лидеров и занимает 3% по уровню потребления цветных металлов. Также нужно отметить, что Новоинская область занимает 2,4% по уровню потребления цветных металлов. Доля остальных регионов сравнительно ниже. Как будут развиваться торги покажет следующая неделя. Следите за биржевыми котировками на телеканале УЗРепорт ТВ или на нашем сайте www.uzx.us. До свидания!